всем привет сегодня хочу вам рассказать о резине о мотошинах бытует мнение что надо покупать в сезон прям самое свежее то есть там например скажем вот в сезоне 23 года надо покупать шину произведенную двадцать третьем году и никак иначе потому что будет плохо держать плохо ехать и так далее и тому подобное на мой взгляд это все ерунда абсолютно во-первых производитель практически все мировые бренды производители заявляют что резину можно продавать 5 а некоторые даже 7 лет особенно если правильно хранить и некоторые даже не упоминает что нужно специально хранить каких-то условиях просто пять лет можно эту резину продавать по факту на самом деле это большой запас и можно даже больше на не на многих автомобилях мотоциклах есть резина который уже 10 лет если люди мало совсем ездят или она просто стоит выезжают и можно если она не повредилась то есть нету трещин на самой резине что чревато дальнейшим разрывом или резко потерей давления и это на мотоцикле очень критично и опасно во всех остальных случаях в общем я считаю что это все ерунда поэтому думаю что если не умеешь ездить то тогда в общем то и можно придумать резина плохая тогда но для того чтобы быть объективным и точно есть вот такой прибор вот я вам его покажу поближе называется дюрометр тут есть вот шкала на алиэкспресс эти приборы продаются там я не помню там ну раньше было в районе 500 рублей если не меньше ну плюс минус они есть разной шкалы тверд для для измерения разной твердости вот это специально для того чтобы измерять резину здесь вот есть вот если посмотрите есть вот такой штырь острый он как раз для того чтобы замерить именно резину и похожие материалы то есть кожа тогда например поролон не подойдет потому что поролон очень мягкий для каждой для каждого типа твердость есть свой дюрометр со своим со своей шкалой вот это если ошибаюсь шкала а это шкала а тут прям так и написано вот видите тут шкала а type а соответственно что делает этот прибор он измеряет твердость резины показываю на примере покрышек вот есть такая это абсолютно новой покрышки такая покрышка она модель называется бирели скорпион ралли с рт еще новая сейчас найду дату когда она была произведена кстати пирелли сделал в китае между прочим а вот показываю посвятить фонариком вот 1522 это пятнадцатая неделя 22 года резина абсолютно свежая берем дюрометр и замеряем показатель 70 75 ну как вот у меня ну 75 абсолютно новая свежая резина и теперь берем покрышку это передняя который о вот она 44 20 20 года то есть по сути дела ну вот и и точно так наши большие умники вернее даже два года это значит 52 53 недели в году значит это практически конец двадцатого года 21 ну и практически конец 22 сегодня ноябрь месяц замеряем твердость чуть 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 больше ну скажем так 70 точно есть вот 70 чуть лево и право наклонить но передние они обычно чуть мягче бывает состав поэтому они отличаются но тем не менее она никакая не твердая все с ней нормально подводя итоги хочу сказать что по замеру твердости абсолютно идентичные покрышки 2 года и ничего не стало дальше хочу сказать даже если она пролежала достаточно много и верхний слой отвердел в этом ничего страшного потому что она структура резины не насквозь начинает твердеть начинается с верхнего слоя поэтому если вы поставите покрышку который уже несколько лет на мотоцикл автомобиль это все тоже самое и проедете какой-то промежуток я не знаю там зависимости от стиля езды в каких условиях но изначально чуть-чуть аккуратно и осторожно верхний слой быстро сотрется который жесткий который отвердел это все в теории он сотрется достаточно быстро и опять будет нормальный мягкий рабочий слой мотоциклетная резина вообще достаточно сложной технологии изготовления там много слоев разных на боковинах 1 1 состав посередине чуть-чуть другой состав в общем это не единая структура по по плотности по составу если посмотреть у производителя разные резины для разных условий разной жесткости и так далее ну и соответственно разный протектор в данном случае я взял протектор который с большой шашкой он совмещает движение на нем можно ездить как по асфальту так и по бездорожью потому что вот прорези вот здесь между шашками достаточно большие и будет очищаться хорошо подписывайтесь на мой канал всего хорошего удачи на дорогах